Портал детали. Главные новости Израиля и мира. В Европе мы поговорим о визите Анджея Дуды, президента Польши в Украину, которое произошло вчера. Вот мы записываем на следующий день после этого визита. Записываем эту программу и все это было приурочено в добавок еще и к 80-летию так называемой Волынской резни. Вот об этом, о помощи Украине, о истории Волынской резни мы поговорим сейчас с нашим коллегой, журналистом Дараком Цихулем, главным редактором еженедельника «Факты после мифов». День добрый, вельможный пан. День добрый, вельможный пане. Добрый день, Саша. Шалом всем. Итак, Дарак, давай начнем с визита. Почему этот визит произошел именно вчера? Почему президент приехал в Волынь? И о чем они там говорили? Честно говоря, ничего особенного. То есть это жест больше был, да? Ну, пропаганда как пропаганда. У нас идет предвыборная кампания. У нас выборы будут в половине октября в парламент. Так что президент Польши просто выступает как сторонник партии, которая помогла ему выиграть эти выборы, партия, которая сейчас при власти. Это был очередной визит президента Польши Андрея Дуды в Украине. Мы уже привыкли к очень частым встречам Дуды и Жоуэнсково. Так что ничего особенного мы не заметили. Но он там появился в Удске по поводу гадовщины 80-ой, значит очень круглой, если можно так сказать, гадовщины так называемой в воынской резни. И это было самое интересное, что произошло. Потому что видно было, что как бы наши власти боялись этой гадовщины. Почему? В это самое время, когда проходили все торжественные встречи в Удске на Украине, в Польше проходила очень серьезная манифестация перед зданием посольства Украины в Варшаве. Так что мы можем сказать, что братья... Кто хотели, что требовали манифестанты? То есть братья припоминали братьям вот эту самую волынскую резню? Прошли уже времена, как мы говорили украинцам об этом. Это бесполезно, требовать от них каких-то как бы то нормальных чувств. Я знаю, как мои слова звучат, но я на полном серьезе это говорю. Но что-то интересное произошло за последние годы. Что именно? С одной стороны. Я в пятницу поставил на своем фейсбуке пост. Это фотография Жоуэнского и Дуды, когда они обнимаются, очень довольны с улыбкой. И я решил подписать эту фотографию в Вауэнни 1943-2023. Эта провокация может быть в какой-то степени. Мои знакомые на фейсбуке очень сильно обиделись. Очень, но часть из них, конечно. Десятки из них ушли из группы моих знакомых. Выбросили меня. Неправильно, пожалуйста, если так решили, пусть и так будет. Какие комментарии? Большинство комментариев было такое, что нельзя сейчас вспоминать украинцам об этом, что там произошло. Не тот момент. И дело в том, что об этом, что это не тот момент, я слышу 33 года. 33 года, об этом слышу, что это не хорошее время, нет, 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 ничего и так далее. То же самое где-то 10 дней тому назад говорил президент Польши, что вопрос военской резни – это очень тонкий вопрос, и надо очень аккуратно относиться к чувствам украинцев. Извините, а что с моими чувствами именно моими? У тебя это лично, я знаю, да? Да. В чем проблема? Отношения между Украиной и Польшей очень-очень улучшили за последний месяц с начала войны. Мы открыли границы. Мы помогаем. В сельскохозяйстве, во всех областях помогаем Украине. Оружие, пожалуйста, экономику украинскую держим, принимаем беженцев, принимаем и принимаем, помогаем, даем жилье, даем работу, даем пособие на детей. И на самом деле, чему бы, чего мы бы просили и требовали от украинцев? Нам не нужны слова. Извиняемся, мы виноваты. Нет, никто из нас не поверит, что это честные слова. Мы просим о разрешении, как люди, открыть украинские архивы для ученых и украинцев и поляков. Раз. Разрешить раскопать могилы и похоронить жертвы в человеческих условиях. Мы просим, чтобы украинцы наконец-то показали места, в которых мы знаем, что есть такие могилы, где наши близкие лежат, но точно не знаем, в каком месте. Только эти три вопроса. Нет. Если кто-то говорит об этом, как я, например, это считают меня агентом Кремля, потому что нельзя говорить об этом в тот момент, когда умирают украинцы. Ну да, в тот момент 33 года продолжается. А почему, Дарак, почему, на твой взгляд, почему украинцы отказываются скрыть архивы? Ну, 80 лет прошло. То есть, это понятно, что это вообще была как бы не Украина, это был Советский Союз. Ну, неважно. То есть, чего бояться 80-летних документов, 80-летней давности? Как раз ответ на этот вопрос, по-моему, очень простой. Посмотри, пожалуйста, на чем основана как бы то идеология, историческая идеология Украины, УПА, Украинская армия, да, останцев, и организация украинских националистов. Раньше того не было. Конечно, там мифы, какие-то связанные с УПА, с Бандерой, с Сухевичем, они всегда существовали в западной части Украины. Ну, когда эта идеология стала развиваться? Когда наконец-то Украина вышла из Союза и решила на этом мифе УПА, Бандеры, Сухевича построить свою новую, построить идеологию новой страны. И в тот момент, когда мы считаем Сухевича и других убийц, просто, Украинцы строят им памятники. Мы уже привыкли к этому. Да. Я уже привык, потому что на всех больших manifestациях, если появляется, появляется в Украине, в Жоуэнске или другие, там официальные лица, кроме флаг Украины, видно флаги УПА. Те флаги, под которыми убивали моих близких. Я к этому уже привык. Но чтобы не показать, не разрешить, извини, похоронить наших жертв, этого не понимают. Так что единственное... Ну да. Они специально вскрыли это, но чтобы там могло еще появиться, но явные обвинения. Фамилии тех, кто убивали. Кто убивал. И все. Ну, значит, как? Ну, что делать с этими памятниками, которые уже построили? Под которыми дети собираются. С печи их горят. Ну что ж. Ну, причем заметь, пожалуйста, что немцы, как бы то смогли рассчитаться со своей историей. Украинцы нет. Бывало, что Красная Армия, вернее, НКВД убивала поляков на территории Украины. Украинцы не имели проблем с тем, чтобы показать эти места. Например, Харков, где, если не ошибаюсь, две с половиной тысячи польских солдат лежат. Но почему-то решили не показывать нам могилу тех поляков, которые сами убили. И самое интересное, что вчера на самом деле проходило во время этих всех встреч официальных лиц и так далее, это просто пустая пропаганда. Там ничего интересного не было. Жауэнский не сказал слабо, извиняюсь, извините, извиняемся. Причем... Он что-то произнес, он там, что мы сожалеем. Нет, 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 нет. Они прозвучали чуть по-другому, что мы должны там память и уважение всем невиноватым жертвам этих событий. Всем невиноватым жертвам. Не сказал, что полякам. Значит, как бы то параллелью поставил между украинскими и польскими жертвами этих событий. Так что я до сих пор просто не любил Жауэнского. А сейчас, после этого момента, я могу сказать, что еще глубоко не уважаю. Дарак, а почему, а почему, а почему ваше правительство не ставит этот вопрос? Ну, с Зеленским все понятно, на него там давят, у него, так сказать, общественное мнение, так сказать, которые строят эти мифы. Но полякам-то что мешает? Что боится ваша правительство? Почему они не могут это попросить, потребовать? И я думаю, что если бы они это потребовали, то Зеленский никуда бы не делся. Ему бы пришлось. Нет, по-другому. Если бы потребовали, Желинскому это прошло прощения за слова и язык. Ему пофигу. Если бы Вашингтон сказал, ну да, давайте, ребята, открывайте свои архивы. Это другое дело. Да, интересно, а поляков он совсем не ценит? То есть поляки тоже могут сказать? Ну все, тогда забирайте свои. Мы наивный народ, но извини. Что-то не заметил. Спасибо. Я слишком часто это замечаю. Так что просто простого ответа, почему так себя ведут наши власти? Простого ответа на тот вопрос нет. По крайней мере, я такого ответа не знаю. Для меня это непонятно. А вот в свете предвыборной кампании, ты говоришь, что Польша сейчас на пороге, так сказать, предвыборной кампании. У Вас на будущий год выборы, да? Нет, через четыре месяца. А, так вообще, то есть вот о том. Ну так, наверное, это хорошо. Если, значит, правящая партия не поднимает этот вопрос, так оппозиция должна поднять? У нас бы уже бы тут сели бы уже давно. Оппозиция как бы то, знаешь, у нас смотрят так, что если начнем давить украинцев и будут какие-то попытки, ну, что-то делать более серьезно. Эта пропаганда украинская начнет кричать, что мы против свободной Украины и украинцев, которые умирают за свободную Европу. И тогда все, которые просят, как я, не о пустые слова, а разрешение, разрешение раскопать могилы и почитать, что в архивах будут названы шпионами России. Это очень примитивно. А причем это Россия? Это пропаганда, но потому что если это, что если это как бы то против Украины, это в пользу России. Так официально говорят, если начинается критика. А в пользу Польши не может быть? Нет, нет, нет. Нет, нет, но слова нашего президента Дуды, он где-то 2 или 3 раза в интервью говорил, что главная его задача за последнее время это помогать Украине. Слова Польши я при этом не услышал. Да, грустно все это слышать. Дарья, спасибо. Грустно, 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 грустно. Так что единственное, что на самом деле интересное было, это просто смотреть на эти государственные СМИ, на те СМИ, которые принадлежат как бы то правительству и смотреть на их движения, чтобы просто видеть, как стараются что-то сделать, чтобы показать успех и так далее. Ничего из конкретных не было. Более интересные события будут во вторник. Там пик НАТО в Вильнюсе. Если мы разговариваем сегодня, это... Ну да, завтра открывается сессия. В последние, да. Интересно, будет Желенский в Вильнюсе и не будет. Каша будет уже же анонсировано, что он будет. Да, но он сегодня сказал, тоже интересно, культурный человек сказал, что он не уверен, будет или не будет. Если не будет конкретных решений, он не знает, поедет ли он или нет. А кто заранее может сказать, какие будут решения? Это же как бы не всегда... Байден может все сказать, поверь мне. Я тебе верю. Несмотря на то, что, как ты сказал, поляки очень наивные. Спасибо большое. Спасибо, Дарак. Я напоминаю, с нами был Дарак Цихоль, журналист из Варшавы. А главный редактор еженедельника «Факты после мифов». То есть сначала мифы, да? А потом факты. Сначала факты после мифов. А, нет. Сначала мифы. Факты, 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 факты после мифов. Да, да. Факты после мифов. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok